Это цех порошковых изделий. Из меди и бронзы изготавливают детали для электротехники и автомобилей. С недавних пор работать здесь стало безопаснее и легче. Раньше на наших прессах не хватало мощностей, поэтому детали мы калибровали по два раза. За счет того, что у него мощность на порядок выше, теперь мы справляемся за один раз. С покупкой новой техники должна вырасти оплата труда. Часть персонала пройдет при обучении. Подобная технологическая реформа должна произойти на всех российских заводах. За последние два года предприятие в большей степени обновилось. То есть у нас новое оборудование, новая отремонтированная цеха. О необходимости технической реформы заявил премьер-министр и кандидат в президенты Владимир Путин в статье, которую опубликовали из Вести. Этот материал уже окрестили научным трудом. В Ексеринбурге статью сегодня обсуждают правозащитники, блогеры и политологи. Но самое главное, что он перешел с языка эмоций на язык действительно рационального размышления. Давайте подумаем, давайте поразмышляем, давайте вместе говорить о том-то и о том-то. На страницах газеты Путин объясняет, почему он баллотируется в президенты и о том, что, на его взгляд, необходимо изменить в жизни страны. Премьер выступает за образовательную революцию. У выпускников вузов должна быть достойная зарплата и перспективы карьерного роста. Обещает до конца десятилетия поднять уровень жизни тех, кто сейчас находится за чертой бедности. Почетный гражданин Сырловской области Семен Спектр, который сегодня в числе участников круглого стола, после прочтения остался доволен. Я врач по профессии. У нас проверяют нашу квалификацию, проводя квалификационную комиссию. Мне кажется, если бы квалификационная комиссия сегодня рассматривала Владимира Владимировича Путина, и ушла, что он успел побывать вице-премьером, успел дважды побывать президентом, и сейчас одиннажды председателем Совета Министров, то она точно бы приняла такое постановление, что он ценный кадр. А вот бизнесмен Павел Неверов подверг некоторые высказывания критики по системе Станиславского. Статья хорошая, но я не верю. Двух вещей не хватило. Первое. Не описана проблема, которая есть сейчас. Наша страна превратилась в страну с клановой системой управления. Понятно, кто рулит металлургией, понятно, кто рулит энергетикой. Очень мощный износ инфраструктуры страны, которая сейчас по факту есть. И это не только ЖКХ, это и энергетика, это и дорожная сеть. И не показаны механизмы, как на самом деле мы будем эту проблему решать. Еще Путин призвал россиян активно участвовать в политической жизни страны и пообещал, что в ближайшее время в печати появится его новый материал. Роника Медведева, Евгений Лапидус, новости 4-го канала. Не надо закладывать, например, новую конституцию или какие-то законы принимать. Это можно, как мне кажется, более системно обсуждать, чем это сейчас делается. Второе. Вот вопрос.